Доброе время суток друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Давно не записывал видео обзоры и сегодня хочу записать в продолжении разбирать ICO компании вот новости, которые поднакопились за это время. Это вот два самых, я бы сказал, быстрых, самых-самых быстрых ICO в мире, которые были в общем. То есть одно из них закончилось за 10 секунд, были распроданы все монеты. И так, давайте, наверное, повторюсь для людей, которые впервые слышат аббревиатуру ICO. Вот это начальное распределение монет, вот стартапа, которых монет, которых вообще нет на рынке криптовалют, торговых держат. Ну, наверное, давайте возьму одну минуту буквально, отступлю. И вот, что хочу сказать, уже на канале практически тысяча подписчиков, вот, за что я вам очень сильно благодарен. Если подписчики есть, значит, кому-то это интересно, подписываются. Также благодарен за обратную связь, когда вы комментируете видео, вот, пусть это, то есть, лайки, дизлайки, то есть, если вы поправляете в какой-то определенной, вот, информации, вот, за все это я вам благодарен. Львиная часть подписчиков, я думаю, это, вот, пришли по майнингу криптовалют, это первые обзоры, о чем я снимал, вот, сейчас я их пока не записываю, но майнить я буду. Ну, в чем вообще суть, немного не сложилось с местом, где стояла моя майнинг-ферма, и пришлось выключить, убрать все, а дома, как бы, отдельной комнаты или балкона нет. Вот, а ферма довольно-таки шумная, потому уж комнате, ну, находиться нереально. Сейчас, в течение месяца, думаю, еще подыщу место, уже есть варианты, и обязательно продолжу снимать видео-обзоры. Как настраивать майнинг на ту или иную криптовалюту. Я думаю, впереди еще довольно будет много интересных новых монет, которых будет очень даже выгодно майнить. Но, это будет одно из направлений, которые я не заканчиваю, и находитесь на канале, обязательно будут новые обзоры по майнингу. А сейчас, в последнее время, довольно-таки сильно начал разбирать им. В предыдущих видео вы видели, видео-обзоры делаю по ICO, ICO-компании, стартапах, предпродаже монет, выхода монет на рынок тех или иных компаний. Хочу сказать, что довольно-таки интересный сектор, скорее всего, интереснее будет, не скорее всего, а так и есть, интереснее, чем сам майнинг и даже трейдинг. Потому, как вы на старте, можно довольно-таки хорошо, ну, то есть, не за большие деньги прикупить тех или иных монет. И, вот, по выходу потом на реальные биржи, на пампе, или даже чуть-чуть еще больше подержать, намного выгоднее продать и приумножить в разы 5, 10, 15, 40 раз. Вот, это даже не предел. Такие факты есть, вот, если вы чуть-чуть разбираетесь, если не разбираетесь, я просто обратюсь за к истории недалекой, того же Ethereum, DigixDAO и других Steam, это все есть реальные факты. Вот, потому, ну, не буду забегать, я думаю, еще дополнительный обзор сниму на этот, задавайте вопросы, что именно интересно. Вот, а в сегодняшнем видео хочу рассказать о самых двух быстрых ICO распродажах, вот, в которых я хотел поучаствовать. То есть, наблюдал за данными компаниями, следил вот, вот, начало появления и вот до самого старта. И, соответственно, не получилось. Давайте разберем вот, вот эту компанию. First Blood, глубоко, сразу разбирать не буду, о чем, что будет интересно, пожалуйста, вы можете зайти по ссылке, посмотреть, о чем вообще речь. Ну, сам проект очень интересен был, ну, он и есть, но на данный момент он мне не стал интересен, потому как я не успел купить данные монеты. Хотя, вот, расскажу, как было, следил до, там был и есть на всех стартапах обратный счет. То есть, указывается определенное время, то есть, в точности до секунды, вот, на сайте вот эти секунды заканчиваются. И появляется ссылка для регистрации и, соответственно, уже появляются реквизиты, куда, что инвестировать, какими средствами, кошельки. И, вот, данная компания стартовала 3 часа ночи, то есть, был старт распродаж. Поставил будильник, но за 15 минут все подготовился, открыл и эфиры, ему кошелечек, соответственно, подготовил. Вот, там за эфиры можно было покупать. И были бонусы, то есть, в первый час покупки самые интересные бонусы можно было получить. То есть, не сильно спешил, но в первые минуты хотел купить. Да, не получилось. То есть, перево... То есть, купил... Открыл кошелечек, прописал все реквизиты и в течение получаса отправлял деньги, но транзакции не происходили. Потому, как выяснилось на утро, что в твиттере написала данная компания. Ребята, всем спасибо, все свободны. За 10 минут было все распродано. Но, момент в чем. Больше 70 или 80% выкуплено было компанией криптобиржи Янби. Вот. И это, ну, как сказать... Я бы сказал, это, скорее всего, сговор и тому подобное. Потому, как, вот, распродажа, бла-бла-бла, за 10 секунд, вот, выкуплено. И чуть-чуть тут такой, нет, децентрализация, я бы сказал. Выкуплено, и они начали сразу же спекулировать, вот, на своей бирже. Но, не об этом. То есть, не успел, да не успел, успею в чем-то другом. Вот. И давайте вернемся я по данной компании Singular DTV. Также не буду углубляться, потому, как видеобзор я делал по данной компании. У меня есть на канале. О чем и на что тоже довольно-таки интересный проект. Вот. Здесь все довольно, ну, просто. Сам старт переносился на целый месяц. Поменял ли они сам день старта. И потом, снова-таки, еще на два дня раньше перенесли. На 9 часов утра, в воскресенье. То есть, три дня назад. Но, здесь я сильно не обратил внимания, потому, как, вообще, миллиард их монет, токенов, соответственно, предоставлено для продажи. И я не заметил бонусов в первые часы, там, чтобы дополнительно. Потому, вот, я и не спешил покупать. Потому, как, и уверен был, что на продажу самого ICO выделено 500 миллионов. Вот. 500 миллионов, думаю, успею на следующий день. Но не тут-то было. На следующий день попытался купить. И, в ихнем телеграмме было написано. Ребята, всем спасибо за поддержку. В течение 15 минут мы собрали 7,5 миллионов долларов. Все токены выкуплены. Вот. Спасибо за поддержку. И всем до свидания. То есть, ну, да и ладно. Не успели и сюда. То есть, о чем хочу сказать. За этими вещами нужно следить. Вот. И даже, даже следя, не всегда получается купить. Потому, как за 10 секунд, ну, практически нереально. Вот. Прописать кошелек, зарестрироваться и тому подобное. Если есть вовар, вот, каких-то определенных лиц или зарезервированы те или иные монеты. Что-то похожее было с компанией Decent. Также обзор я делал на нее. На канале есть. Можете посмотреть. Там буквально, вот, я участвовал. Все успел благополучно. В течение буквально 10 секунд от старта я успел зарестрироваться. То есть, все кабинеты. То есть, почта, там, кошелек биткоина был открыт. Все. Зарестрировался и успел только скопировать кошелек, куда инвестировать средства. Уже, соответственно, отправил и обновил сам кабинет, чтобы посмотреть, прошла ли транзакция. И все зависло. То есть, сайт не выдержал той нагрузки. Но, я, в принципе, это и ожидал. Потому, как бы, очень сильно интересный проект. Подготовка рекламной кампании более полугода, а то еще больше. Вот, я лично знал о нем полгода и ждал его старта. Вот. Так. Ну, в принципе, это все, чем я хотел поделиться. Именно по этих ICO самых быстрых, мгновенность, я бы сказал. Посмотрим на их дальнейшее развитие. В завершении данного обзора хочу сделать предложение и пригласить в команду людей, которые разбираются в криптовалюте, разбираются в торговле криптовалютой и особенности разбираются в направлении сектора ICO. Они 100% согласятся, насколько сложно выбрать ту или иную компанию и в особенности сделать правильное решение именно перед самим стартом распродажей монет. Потому, как в каждой из компаний есть множество информационных ресурсов. То есть, соцсетей, твиттеров, форумов, на которых обговаривается та или иная компания. Вот. Все за и против. То есть, как негативные стороны, как позитивные, как вообще реальность данного стартапа. Вот. Насколько он, в общем, реален. И стоит вносить свои средства в него. А если это вот в одно и то же время стартуют несколько ICO-компаний. Две, три, четыре. Ну, это практически вообще, можно сказать, взрыв моза. Потому, вот, работая в команде, вот, то, что я, чем мы занимаемся, распределив обязанности, то есть, по несколько человек, вот, на то или иное ICO, по загруженности, какие-то определенные вот направления. Кто-то следит за фейсбуком, другие люди, там, на Bitcoin Talk, например. Вот. Это раз. Намного легче, вот, черпать данную информацию. И самое главное, то есть, принятие решений уже по, перед самым стартом, намного легче, вот, свесить все за и против. И принять решение для себя, насколько актуально то или иное ICO. Вот. Я думаю, коллективно работой будет намного легче, вот, вот, намного легче будет принять решение по инвестиции в ICO-компании. Потому, кому интересно, кто хочет быть в команде, быть в центре событий и облегчить себе жизнь, то есть, не распыляться на несколько компаний, вот, в одно и то же время, пожалуйста, добавляйтесь мне в Skype. То есть, ну, в любом случае, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить последующее видео. Также добавляйтесь в командный Telegram-чат. И в данном месте я вот напишу свой Skype. Добавляйтесь в друзья и пишите, что по поводу ICO-компании добавления в команду. Мы с вами переговорим, и я вас добавлю в наш командный чат, где мы коллективно разбираем ICO-компании и принимаем правильные решения, когда входить, входить ли в общем в данную компанию. Вот. И когда еще правильно выйти с нее. Субтитры сделал DimaTorzok